Итак, здравствуйте! Сегодня мы с вами от кафе Минутка вдоль реки Свирская выйдем на Свирский пляж и пройдемся до пляжа Морская Звезда. Сегодня у нас 11 августа, время у нас 12.14. Что? В прошлом ролике 10 августа мы с вами прошлись от того места, где улица Лазарева северной стороны, улица Лазарева и Победы разъединяются и дошли до пляжа Свирский. А сейчас мы от кафе Минутка по реке Свирская выйдем на пляж и пройдемся до пляжа Морская Звезда. Итак, у нас мы за следующие ближайшие 3-4 ролика пройдем с вами весь пляж, начиная от северной стороны Лазаревской до пляжа Багратион. Мы в 3-4 раза, в 3-4 захода с вами дойдем. Вот красивая кошечка умывается, такая красивая кошечка есть. Здесь река Свирская. Опять у нас ночью был дождь, днем погода такая, ну, какая-какая погода? Облачная погода, но у меня гости, которые живут, у меня гости, они смотрят погоду. Яндекс.Погода пишет, что в Сочи дождь идет постоянно, как бы вообще не прекращается. На самом деле дождь идет только ночью, днем ни капли не падает, но как бы облачно, днем облачно. Вот сейчас вы видите, сколько с моря уже идет людей, идет обеденное время, 12 часов 16 минут обеденное время, сколько реально с моря идет людей. Мы сейчас буквально уже через 50 метров дойдем до улицы Лазарева. Стартовали мы с вами от кафе Минутка, там мы с вами покушали, но они все хотят, конечно, чтобы сниматься. С кем я кушал, они не хотят попадать на YouTube канал. Хочу сказать, что кафе Минутка у Тамары, там есть два кафе, кафе Столовая Минутка и Минутка Столовая Минутка у Тамары. Мы кушали у Тамары, на троих человек можно социально, ну не социально, первое, второе, третье покушать за, там выслать 600 рублей. Вполне демократично, вкусно, с мясом, со всеми делами. Рекомендую, у Тамары просто огонь. Итак, сейчас мы доходим с вами до улицы Лазарева. Сейчас улица Лазарева, это у нас федеральная трасса А147 Джубга-Адлер, федеральная трасса. Но в начале Лазаревска, с северной стороны, тут всего две полосы, две полосы. А если вы там, где улица Лазарева и Победа соединяются вместе, там у нас уже четыре стороны. Вот проезжает поезд, мы с вами хотим перейти пешеходный переход. Не видно, сколько времени ждать, но проходит поезд рядом с железной дорогой. Сейчас мы подождем, подождем светофора и продолжим нашу трансляцию. Так, загорелся у нас зеленый свет, 15 секунд, чтобы перейти. И мы с вами выходим на, куда? На пляж, пляж, река Свирская, слева течет река Свирская. И выходим на пляж Свирский. Вот мы вышли с вами на пляж. В прошлом ролике мы дошли, вот смотрите, с правой стороны у нас пляж Дельфин. С правой стороны пляж Дельфин. И мы с вами пойдем налево, обалдеть, пойдем с вами до пляжа Морская Звезда. Сейчас мы с вами перейдем к реку Свирская вброд. Или даже где-то, может, мы ее перепрыгнем, не знаю, как повезет. Вот, сейчас мы с вами в этих роликах, в следующем ролике, сейчас зайдем до с вами, опять же Морская Звезда. А в следующем, тут перепрыгнули, перепрыгнули, а в следующем ролике мы с вами от Морской Звезды дойдем до пляжа Гренадо. Если вам нравятся такие видео, подписываемся на канал, ставим лайк, пишем комментарии. А мы с вами продолжаем гулять по городу Сочи, Лазаревский район, центральная Лазаревская, от реки Свирская по пляжу Свирский. Сейчас вот мы непосредственно идем с вами по пляжу под названием Свирский, и мы с вами по нему дойдем до пляжа Морская Звезда, который у нас напротив Бирюзомола. Так, пляж совсем не широкий, море штормит больше, чем вчера. Ширину пляжа вы видите, его никто не берет в аренду, не устанавливает на нем, наверное, шезлонги. Или шезлонги убрали, потому что, может быть, их вынести, ну, если вдруг волна подымется, то шезлонги могут смыть в море. Сейчас вы реально видите, сколько людей отдыхает на пляже Свирский. Только неизвестно, как мне вообще пройти этот, ну, сейчас вы увидите, в чем проблема. Как нам отсюда попасть на пляж Морская Звезда? Она упирается, стена упирается в море, и какая-то подпорная стенка упирается в море, и море прям заливает всю подпорную стенку. Как бы напрямую так пройти нельзя. Когда вот здесь и штиль, то можно напрямую пройти до пляжа Морская Звезда? А сейчас я не знаю, как мы это будем с вами делать. Хоть люди какие-то в море купаются, но если был бы это центральный пляж, то, скорее всего, бы стояла табличка «Купание запрещено». Но это мы с вами не... Оп, намочились. Ничего страшного. Наверное, в чем фенечка? Вот стоит стена, и так напрямую нельзя пройти, не намочившись, потому что волна заливает все до стенки. Но мы с вами попытаемся от этого места попасть на пляж Морская Звезда. Как мы это с вами сделаем? Ух, неизвестно, как мы с вами это сделаем. Люди загорают в любых условиях. В принципе, ультрафиолетовые лучи проходят через облака без проблем. Также на пляже есть медпункт, пляж Свирский. Сейчас мы... Что тут? О, есть небольшая набережная. Итак, как спасать? Правила поведения на воде. Внимание, курить на пляже запрещено. И какой у нас великолепный пляж Свирский. Вот в этом месте его просто по пляжу пройти нереально, когда идет шторм. Если бы шторма не было, то можно было бы его пройти. Но мы с вами потихоньку идем. Черноморец у Алика. Так, кафе Черноморец у Алика. Шоу программы, вечеринки, изысканная кухня, шашлык у Алика. Молочные тут коктейли, это еще не у Алика, а вот у Алика. Вот шезлонги все стоят, которые выставляют на пляже Свирском. Шезлонги, вот они здесь так вот красиво все собраны, потому что шторм их может сразу смыть в море. Так, каждый шезлонг стоит в районе 5-4,5-5 тысяч рублей. Аренда шезлонга в Лазаревской стоит по 300 рублей в день. По 300 рублей в день. И цены до небес взлетают. Так, что у нас тут? Кафе немножко закрыто. Чебуреки с мясом 80 рублей, сыром 85. Ассорти с мясом и сыром 90 рублей. Итак, ага. Вот мы с вами сейчас кафе у Алика проходим. Появляется опять мини-небольшой пляж. Мини-небольшой пляж Свирский. Но опять же у нас появляется подпорная стенка, где мы никак его не сможем пройти. Сейчас мы любуемся пляжами в Лазаревском во время шторма небольшого. Так, наша цель с вами дойти до пляжа «Морская звезда по морю». Насколько мы можем это сделать? Мы с вами это сейчас. Есть путь, вы со мной проделайте. Тут есть небольшой пандус, чтобы перейти железную, железную дорогу, железнодорожные пути. И мы с вами идем на пляж «Морская звезда». Вот опять же здесь тоже на этом пляже собрали все шезлонги, все зонтики собрали. Кому-то делают великолепный лечебный массаж. Просто огонь. Обалдеть. Делают лечебный массаж. Шезлонги опять же собрали такими кучками. Мы с вами блуждаем. Да, на море, море пляж заливает. Сейчас мы с вами его увидим. Вот какая у нас обстановка. Цель с большой волной может и замыть до конца. Сколько реально людей здесь отдыхает, вы сами видите. Вот от этого, от этой желтой лодки у нас начинается пляж, условно, называется «Морская звезда». А это вот у нас, видите, до конца достает, до конца волна достает. Это у нас еще пляж Сверский. Кто-то хочет, наверное, сделать себе великолепные футочки. Пойдемте с вами дальше. Так, такой у нас тут небольшой индастрал. Ну, как есть, показываю, как есть, без всяких там фотошопов, как говорится. Ага, только непонятно, как тут ходить вообще. Итак, вот пляж Сверский. Отсюда даже видно пляж Вельфина, где начинается, сколько мы прошли. И мы с вами прошли по бетонной части, чтобы нас вдруг, если что, за штормом не смыло. Так, нам нужно пройти вбок. Здесь стоит лодка. Что делать? Тут эту лодку как-то можно обойти? Постараемся обойти лодку с другой стороны. Тут, конечно, шторм поднувает. Так, оп. Шторм поднувает. Мы прошли лодку. Великолепную лодку. Это из Ариэля, мультик из Ариэля. Забыл. А вот и сама Ариэль. Вот и нарисована сама Ариэль. Так, мы это сделали с вами. Ух, что тут у нас? Вот видно, как волны плещутся. Давайте еще раз попытаемся заснять такое. Такой тут. Сейчас вы сами все увидите. Сейчас мы с вами идем дальше через Чебуречное, кафе Чебуречное в Лазаревской. Установлено прямо на пляже. Тоже по пляжу вы перед кафе не сможете пройти вдоль моря. Потому что... Потому что подпорная стена упирается прямо в море. И шторм заливает так, что напрямую не пройти. Итак, мы с вами потихоньку попали на пляж. Условно это пляж Морская Звезда. Но на самом деле это пляж какого-то из санаториев. Там или... Или пляж санатория Тихий дом. Или пляж санатория Гренада. Время 12.28. Так, московское время 12 часов 28 минут. И сколько реально людей отдыхает на таком великолепном пляже. На этом пляже также есть у нас подземный, подземный, единственный в Лазаревской подземный пешеходный переход. Так, оп. Вот тут уже есть шезлонги. Здесь у нас уже есть аэрарий. Люди сверху смотрят с аэрария. Вы сами видите, сколько реально людей отдыхает в Лазаревском. У нас сегодня 11 августа, 12.28. Солнышко выходит. Вы даже периодически можете хорошо прям загореть. Волна достает до конца, прям до шезлонгов. Здесь сейчас пошире, поэтому шезлонги так все не убирали. Но тоже на полотенчике мало кто лежит, а полежать на шезлонге стоит от 300 рублей. Окей, итак, сейчас мы с вами дойдем до выхода с этого пляжа к торговому центру Бирюс-Замол. Сколько реально людей отдыхать? Ну, людей отдыхать все-таки нормально, учитывая, что сегодня 11 августа. То, что шторм, то, что все, кто хотел, не хотел лежать на пляже и не купаться в такой шторм, поехали на экскурсии в Сочи или в Лазаревске, там разные джиппинги. В Лазаревске куда можно поехать? Можно поехать на Дальмены, Волконские Дальмены. Можно поехать в Слоняки на водопады Чудо-Красотка. Можно самим пешком сходить на Освитские водопады, можно поехать на Каньон Прохладный, можно также на джиппинге поехать на Триспри водопада. И еще у нас в Дерюкаптизуапсе там тоже у нас есть какой-то аул, и там тоже хороший большой водопад. Вы можете в этот день, чтобы не лежать на пляже в такую погоду, можете поехать на разные экскурсии. Либо вы можете поехать на обзорную экскурсию по Сочи, Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк. Сети вам все это удовольствие предложат сразу в электричке, как вы сядете. В Слоо начинают ходить девушки, которые предлагают разные экскурсии, которые подвязаны уже водоэлектрички. Время экскурсии так сделано, что экскурсия заканчивается в удобное время для отъезда на электричку. Так, ага, мы с вами прошли уже, с вами уже прошли то место, где в Лазаревской есть подземный пешеходный, подземный пешеходный переход. И уже потихоньку-потихоньку приходим к стопроцентному пляжу «Морская звезда» в Лазаревской. Сколько людей реально отдыхают. Это все, кто отдыхают в санатории Техидон. Те все, кто отдыхают в санатории, в санатории Бирюза. Да, тут тоже очень много гостиниц и разного частного сектора. Так, ага, очень много разного частного сектора. И сколько реально людей отдыхает здесь на пляже. Пляж не такой широкий, как хотелось бы пляжи, немножко ближе к центру. Немножко у нас пошире там, где у нас колесо обозрения. Пляж чуть-чуть шире. Сейчас мы совсем пройдем вдоль моря, совсем вблизи к морю. Если будет большая волна, то она, в принципе, может нас и замыть по колено. Но будем стараться, чтобы этого не было. Тут реально людей уже увеличивается. Количество людей на пляже становится намного больше, потому что здесь уже более удобный выход. Мы до него уже практически дошли. Люди обычно не сильно распространяются. Они децентральные выходы, где там больше всего людей. Если хотите влево-вправо пойти, буквально пройти метров 150, то там уже будет чуть-чуть меньше людей, чем сразу рядом с выходом. Чем ближе к выходу, тем реально вы видите, сколько людей отдыхает даже в такую великолепную погоду. Погода. Дождь у нас идет только ночью. Хорошо, что он идет только ночью. Если бы, как пишет Яндекс, постоянно в Сочи идут дожди, то было бы, конечно, хуже, если на всю неделю дожди пишет. На самом деле дождь идет у нас только ночью. А днем у нас великолепная погода. Можете загорать, купаться на море, делать великолепные фотографии, ездить по экскурсиям. Жара уже у нас спала. Днем температура около 29 градусов тепла, а ночью у нас около 24-23 градусов тепла. Итак, мы с вами прошли весь пляж «Морская звезда». В следующем ролике мы выйдем... Начнем именно с этого места стартовать. Стартовать с этого места и дойдем до пляжа Гренада. А сейчас мы вместе с вами выйдем на великолепную... к великолепному торговому комплексу «Бирюзамол». Сколько людей реально после обеда идет на пляж. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Люди расходятся, прямо идут такой толпой, как будто в матрице. Ух! Мы с вами сейчас выйдем на улицу Лазарева, где будет у нас виден «Бирюзамол». В следующем ролике мы начнем от «Бирюзамола». Выйдем и пойдем дальше в сторону пляжа Гренада. Итак, мы за 3-4 ролика пройдем все с вами пляжи в Лазаревской. В августе. Это у нас часть уже вторая. Сейчас появляется ссылочка на первую часть, где мы с вами стартовали с улицы Лазарева, где улица Победа и Лазарева разъединяются. Какие там у нас в начале пляжа Лазаревской. Так, чтобы перейти в пешеходный переход сейчас, остается еще 88 минут ждать, чтобы пройти пешеходный переход в Лазаревской. Так, хоп, сейчас мы выходим и смотрим, что мы смотрим. Торговый центр «Бирюзамол». Слезать 76 секунд. Подписываемся на канал, ставим лайк. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»